Здравствуйте! Сегодня Прощенное Воскресенье, последнее воскресенье перед Великим Постом. В чем смысл Прощенного Воскресенья и что можно и что нельзя делать в этот день? Отвечает протеерей Николай Архангельский, ключарь Святой Богородицы Неаполимовского Кафедрального Собора города Ульяновск. Прощенное Воскресенье Прощенное Воскресенье. Слово-то какое? Прощенное. Сам по себе день не может быть злым или добрым, прощенным или непрощенным. Почему мы так называем? Потому что день мы окрашиваем в те краски, которые сами изберем. Перед нашими руками палитра и кисточка. И мы можем нарисовать этот день в розовых тонах, а можем его нарисовать в мрачных черных. Поэтому вот это само наименование, прощенное воскресенье, оно возникает из того, каким образом люди воспринимают свое поведение в этот день по отношению к окружающему миру. То есть, по сути, вот это прощенное воскресенье – это лозунг или направление движения этого дня. То есть, некий план, по которому верующие люди должны строить сегодняшний день. И, конечно, если мы рассуждаем на эту тему, мы говорим прощенное воскресенье, значит, надо всех прощать. Вот это как бы на бытовом уровне мы можем глазами совсем постороннего человека посмотреть на то, что происходит в церкви. Вот церковь, она стоит, там в ней горит свет, идет служба, а мы стоим извне и в окошко смотрим, и нам там видно, что-то происходит. Вот для того, чтобы понять, как правильно в этот день поступать, что ждать от этого дня и что совсем не нам нужно ждать, нужно не из окошка смотреть в храм и угадывать, что там происходит, а зайти в храм через дверь и остаться здесь, и посмотреть, и послушать. Так вот, прощенное воскресенье — это не просто один день. Это итог определенной цепи событий, которые церковь предлагала своим чадам на протяжении определенного времени, чтобы они подготовили себя, созрели и сейчас уже получили то, над чем работали. Прощенному воскресенью предшествует три недели или четыре воскресенья, воскресных дня, в которые церковь предлагала различные темы для рассуждения. Ведь мы с вами знаем, что человек, как говорит царь Давид, глаголит от избытка сердца. То есть, когда мы говорим, что мы кого-то любим, то это маленькая часть той любви, которая в нашем сердце. Если мы говорим, что мы кого-то ненавидим, то это маленький пар того адского котла, который кипит в глубине души этого человека. Поэтому царь Давид и говорит, что уста они глаголят от избытка сердца. А что там — это другой вопрос. Поэтому если человек говорит «прости», то это должно быть не просто набором звуков, это должно быть частью глубокого сердца. Значит, а что же там должно происходить в глубине этого сердца? Прежде всего, там должна происходить огромная работа. И церковь на протяжении трех недель, смотрите, это 21 день. То есть, если разобраться, то врачи, когда направляют человека на курортное лечение, они ему говорят, 21 день, потому что в организме происходит определенного рода изменений. Чтобы оздоровиться, нужен 21 день санаторно-курортного лечения. Посмотрите, как церковь мудра, не с церкви ли берется все самое лучшее и в медицине, и в жизни. Просто это не надо трансформировать, это надо брать и пользоваться. Поэтому вот эти вот дни, которые церковь определяла подготовительными к этому прощенному воскресению, это дни размышлений о том, что плохо и что хорошо. И на евангельских примерах нам было показано, что такое гордость, что такое смирение. Почему смирение — это мужество, и нужно найти в себе силы, чтобы критически оценить себя, чтобы увидеть свои ошибки и справиться, и стать лучше. Это милосердие, это любовь, это послушание своему отцу, когда была неделя о блудном сыне, мы говорили о мальчике, который попросил у папы наследство денег и прокутил эти деньги, а потом стал есть пищу свиней в далекой земле и вспомнил об отце. Вернулся, и отец его простил. То есть вот это некое возвращение к своему родителю, оно тоже формирует в человеке определенное отношение к будущему посту. Ведь первые слова, которые скажет ребенок, согрешивший родителю, «прости, мама», «прости, папа», то есть это слово «прости» — оно слово возвращения и примирения, то есть начало новой жизни. И здесь прежде всего, прежде всего, когда мы вступаем в дни этого прощенного воскресенья, последнего воскресенья перед Великим Постом, нужно представить Господа и посмотреть, что все то, что мы делаем, все, что мы плохое делаем, совершаем, оно прогневляет нашего Небесного Отца, Бога. И поэтому завтра Великий Пост, мы начинаем Ему угождать, Богу, и как мы можем подойти к Нему, когда мы Его обижали своими грехами? Разве мало грехов в нашей жизни? И словами, и делами, и мыслями? Поэтому на это воскресенье нужно посмотреть не с улицы в окно в церкви, а изнутри, то есть понять, что прощенное воскресенье — это воскресенье, которое подготавливает человека к большому труду в течение всего Великого Поста. Нужно запастись терпением, нужно запастись смирением, нужно укрепить свою волю, чтобы избежать всех искушений, нужно изменить свою гастрономическую диету. Тело начнет бунтовать, времени будет не хватать, а нужно чаще ходить в Храм Божий. Да где же взять столько сил, когда это вдруг все и сразу, а вот не все и не сразу, потому что уже был 21 день, и человек готовился, как солдат, который проходит курс молодого бойца, а потом получает какое-то назначение в часть, и невозможно солдата выпустить в действующую часть без этого курса подготовки. Он будет убит, это будет грех командира. Поэтому здесь церковь готовит своих верных чад, верных своих детей, вот именно таким приготовлением. И если кто-то упустил это драгоценное время и не подготовился, ему будет труднее, ему будет сложнее, больнее, но церковь поможет. Поэтому непременно, непременно в этот день нужно задуматься о том, что ты делал вот эти три недели назад, и принимать срочные меры. То есть вдохновить, постараться вдохновить себя грядущим великим постом и собраться мыслями, что я должен делать. Конечно, прежде всего, это представить Бога перед собой. Ему мы собираемся работать, Ему мы будем возносить долгие молитвы и службы, но все же надо посмотреть и на своих ближних. Понимаете, очень часто вот в этот день говорят о том, что нужно прежде всего и спросить прощение у ближних, кого обижал. Это правда. Но эта правда неполная. А понимаете, неполная правда, она уже является полуправдой, а полуправда уже является ложью. То есть получается такая правда, она уже не ведет человека к спасению. Значит, это маленький просто этап или маленькая часть той работы, которую должен провести человек в этот день. Прежде всего, и спросить прощение у Бога за свои грехи. И спросить у Бога силы, воли, благословения на то, чтобы весь Великий пост пройти до конца. И встретить Пасху, то есть воскресение Иисуса Христа, победа Его жизни, Его силы над смертью, над дьяволом. Вот нужно обязательно найти и тех людей, которых ты чем-то обидел. И это будет доказательством тех слов, которые этот человек произнес перед Богом. Господи, ты меня прости, а сам-то я что? Поэтому, конечно же, нужно примириться с ближними. Но обращаю внимание ваше на то, что именно это следствие, а не цель. Цель – это Господь. Богу угодить. С Богом научиться жить в мире. А этого не получится, если ты с ближними живешь плохо. Поэтому мир грешный. Он пытается вывернуть вот эту истину наизнанку и искалечить ее, исказить. Поэтому многие знают, что в этот день надо примириться и попросить прощения. Но зачем? Чтобы потом опять грешить? Этого нельзя допускать. Поэтому нужно непременно и спросить прощения у Бога. И потом только уже идти и просить прощения у ближних своих. Но при этом вспомнить молитву Господню, которую дал сам Христос, и оставив нам долги наши, як уже и мы оставляем. То есть здесь прямая связь. Если я прощаю, то и меня Господь простит. Поэтому нельзя лгать перед Господом. Ну и здесь, знаете, очень у многих верующих людей, которые действительно вот о том, с чем мы сейчас говорим, задумываются, они задают такой вопрос. А вот как мне быть, если я не могу простить? Вы знаете, здесь бывает такая ошибка. Люди думают, что простить – это значит восстановить комфортные и добрые отношения. Иногда это бывает невозможно после того, что делают люди. Они настолько причиняют глубокие раны друг к другу, что прежние отношения невозможны. Но это не значит, что нельзя простить. Поэтому прощение, оно выражается прежде всего в уклонении от зла, а далее – совершении добродетелей. То есть прощение имеет несколько степеней. Сначала не мсти, не делай зла, не проклинай, остановись, подумай. И только потом начинай думать, что ты можешь доброго сделать. Держи этого человека в поле своего зрения и оказывай ему посильную помощь. Но не надо душить этого человека своей «любовью» в кавычках, потому что, может быть, человек не готов воспринять тебя. Поэтому здесь должно быть и чувство такта, и чувство разума, и смирения. Поэтому обо всем этом надо думать и молиться Богу, чтобы Господь вразумил, как поступить. Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя прощенное воскресение воспринять и провести без посещения храма. И в этот день вечером бывает чин вечерний, на котором совершается вот этот чин прощения, и священники выходят в народ после этой молитвы, просят прощения у людей, если чем-то обители. Прощают с любовью и читают молитву на благословение перед Великим постом. Не получится у тебя никогда простить и Богу угодить, если Бог не даст. Поэтому все и начинается, заканчивается в Боге. А место встречи с Богом — это церковь. Поэтому почаще нужно ходить в церковь и не только в начале и в конце поста, а вот именно в течение всего поста. И прощенное воскресение в данном случае будет одним из этапов этого святого поприща. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok